Неделя, как всегда, напряженная. С вашей точки зрения, самое важное событие на этой неделе какое? Ну, на этой неделе самое важное событие, на мой взгляд, то, что пока, даже не событие, это течение обстоятельств, то, что пока Надеждина не убили все надежды на то, что Надеждин может быть кандидатом в президенты России. Это очень интересная ситуация, нет пока однозначного решения в Кремле, нет пока даже четкого понимания по тому, что делать. И довольно-таки интересные события разворачиваются в связи с этим. Как по-вашему, Сергей, ну, в частности, хотел вас спросить по поводу Бориса Надеждина, что вы о нем думаете, и какие перспективы, по вашему мнению, у этого человека? Да, я с вами согласен, что это очень интересное событие на этой неделе. Напомним для наших зрителей, что церемония, так сказать, процедура сбора подписей, сдачи подписи в ЦИК в рамках так называемой процедуры выборов Российской Федерации, которых, на самом деле, конечно, нет. Это понятно, что все это игрушки. Но, тем не менее, там какая-то процедура идет. Она заканчивается 31 января официально. Вот. У Надеждина, значит, который был самым выдвиженцем, сначала он должен был сдавать 300 тысяч подписей, а потом, когда его предложила одна из маленьких оппозиционных партий, то этот порог для него снизился до 100 тысяч. Но все равно это было понятно, что у человека, у которого, в общем, не очень большой ресурс потенциально был в начале гонки, для него это было проблематично и стоял вопрос, вообще, удастся ли ему собрать эти 100 тысяч подписей. И вдруг вся эта кампания выросла в чрезвычайно интересную вещь. И к Надежде, ну, я, в общем, относился как к обычному спойлеру к Кремлевскому, как обычно все вот там Бабурины и прочие всякие люди, которые набирают обычно в результате этих выборов 0,5 процента или 0,05 процента, но дают возможность Кремлю сказать, что, вот видите, у нас, значит, альтернативные выборы все-таки произошли, потому что против Путина выступало там 25 ничего не значащих кандидатов. И с Надеждином было бы все так же, с моей точки зрения, если бы не 24-й год, если бы Путин всем не надоел, если бы не сняли бы Дунцову, которая, кстати, теперь работает в спайке с Надеждином, ну, не официальная такой информационная. И вот на этой неделе произошло, с моей точки зрения, самая большая информационная бомба, которая когда-либо случалась во время выборов, а именно сбор подписей Надеждина, внезапно вылился в международную кампанию, потому что выстроились реальные очереди к пунктам сбора, значит, Надеждина, не только по всей Российской Федерации, потому что надо сдавать эти подписи не из одного города, то есть вы не можете собрать 100 тысяч в Москве, что довольно просто. Вы должны собрать, по-моему, из 60 регионов, и там не больше, чем 2,5 тысячи подписей из каждого региона. И поэтому надо было создавать много пунктов, и вот создались очереди. Причем это была визуальная картинка, появились сети фотографий, где стоят люди там вплоть до Нью-Йорка, Амстердама, там, не знаю, за границей, и по всей России. И Надеждину удалось собрать 200 тысяч подписей вместо положенных 100. Он уложился в этот срок, и даже вот еще, есть еще какое-то время, вот сегодня у нас 28 января, когда мы записываем эту передачу, еще есть три дня, чтобы обработать эти подписи, значит, отфильтровать какие-то совсем нехорошие, и подать все это дело в ЦИК. И вот мне кажется, что вот эта картинка очередей к Надеждину, она изменила вообще всю избирательную кампанию. Потому что мы понимаем, что Путин объявил, и его избирательный штаб объявил, что он собрал 3 миллиона подписей. Но никто не видел ни одного человека, который куда-либо выстраивался. Больше того, несколько местных депутатов подали жалобу официальную в суд, иск в ЦИК о признании Путина нелегитимным вообще президентом, с одной стороны, потому что он нарушает конституцию и так далее. И плюс, к тому же, он использует административный ресурс, потому что все его подписи собирались всякими бюрократическими структурами, государственными и муниципальными, и региональными. А это и есть нарушение закона. Вот у меня такое сейчас отношение ко всей этой истории. Да, Сергей, хочу также напомнить, что в Республике Беларусь Светлана Тихановская тоже была якобы спойлером Лукашенко, и должны были показать, насколько это все никчемно, эти проценты, но тем не менее. Ну, там ее муж выдвигался на самом деле, но мужа посадили в тюрьму, и она сказала, поскольку мой муж сидит в тюрьме и не может выдвинуться на пост президента, я буду выдвигаться вместо него, но я даже не претендую на роль президента, просто я, так сказать, заменяю его. И вдруг вот ее кандидатура тоже так громыхнула в Беларуси. Да, что привело к революции, хочу напомнить. Да, революция закончилась плачевно, извините, но это была революция, не что иное. И к потере выборов Лукашенко, потому что по неофициальным данным она выиграла эти выборы. Именно, именно так. Может ли такое произойти в ситуации с Надеждиной? Многие задаются вопросом. Ну, ничего невозможного в этом мире нет. Возможно, все. И победа Надеждина также возможна. Вопрос в другом. Вопрос в готовности российских граждан защитить свой выбор. Если вдруг, если вдруг, я понимаю, что шансы невелики, но тем не менее, если Надеждина допустит до выборов, до президентских выборов. А вы считаете, что его допустят или нет? Вот по вашему искажению. Еще раз, Сергей, возможно, все. Возможно, допустят. Такой вариант просматривается. А у меня сейчас сомнения большие есть. Сомнения у меня, конечно, конечно. И у меня есть сомнения. Понятно, что часть людей в нынешнем российском руководстве категорически против бояться именно тех сценариев, которые мы с вами описываем. Но есть часть людей, которые готовы дать такую возможность и, как вы правильно вначале сказали, показать, что налицовать никчемный результат для него, там, менее 1%. И показать, вот смотрите, чего стоят ваши очереди, смотрите, чего стоят ваши антивоенные кандидаты. Ну, либо даже пусть это будет не менее 1%, а даже 2%, все равно результат, конечно, катастрофически маленький для того, чтобы, по крайней мере, продемонстрировать большинству, как они считают большинству, что не в состоянии антивоенный кандидат побеждать действующего в кавычках президента. И это возможно. Я имею в виду возможно, они победят в этой аппаратной борьбе и все-таки разрешат Надеждину участвовать в выборах. В таком случае, конечно, станет вопрос о том, готовы ли граждане России, которые проголосуют за Надеждину, отстаивать свой выбор. Да и готовы ли сам Надеждин к тому, чтобы призвать граждан отстаивать свой выбор. Это, конечно, очень большой вопрос. Очень большой и фундаментальный в этом случае. Как по-вашему, Сергей, российские граждане будут готовы отстаивать свой выбор? Да, это вопрос очень непростой. Опять же, возвращаясь к Белоруссии, мы видели, что белорусы начали было отстаивать свой выбор, то есть начали выходить на мирные демонстрации, но дальше не пошли. То есть тогда, когда их начали крутить и когда они начали сажать и когда белорусские власти признали все это дело недействительным, то, в общем, революции дальше в настоящем понимании этого не случилось. Да, Тихановская сама уехала за границу, ее, кстати, признало международное сообщество, у нее даже есть дипломатический статус, то есть она находится в Литве, живет в Литве, у нее есть дипломатический статус, ее защищает литовское государство, Европейский союз. Но мы понимаем, что, в общем, при этом, причем при том, Лукашенко сидит в Минске и встречается с Путиным, об этом, наверное, мы еще дополнительно позже поговорим. У Надеждина, кстати, еще есть очень важная вещь, которая произошла с Надеждином, это то, что, ну, мы понимаем, что создание всех этих штабов, пунктов сбора, использование сборщиков, потому что там все-таки надо набирать довольно большой штат людей, которые всем этим занимаются, не все делают это добровольно, нужно кому-то платить деньги, вот ему пошли огромные донаты через социальные сети, то есть он собирает от 3 до 10 миллионов рублей в день, и уже там цифра приближается к 100 миллионам добровольных пожертвований, причем мы понимаем, что это не предприятие, это не Газпром, ему какой-нибудь там выделяют все эти деньги, это реальные люди, которые присылают там от 100 до 1000 рублей, вот, то есть, в принципе, и это тоже доказывает, что у него есть некая популярность. Ну, я с вами согласен, между, значит, тем, чтобы поставить подпись и послать денежку, или выйти на, хотя бы даже на митинг в поддержку своего кандидата, есть большая разница, хотя, в общем, в Российской Федерации, когда вам дают там по 5 лет просто за картинку за какую-нибудь, или там за ценник, на котором вы напишите «Миру мир», просто встать в очередь, чтобы поставить подпись за оппозиционного кандидата формально, это уже, я считаю, гражданский подвиг, то есть вот эти подписи, это же ведь визуальная картинка, да, к вам всегда может подойти полицейский сайт, а вы что здесь делаете, вот, и вы начнете оправдываться, он скажет, а вы тут устраиваете митинг, что это вы выстроились тут в какую-то, значит, цепь, нет, вот, надо по одному подходить, вот, подходите, вот, когда здесь выйдет предыдущий человек, тогда и подходите к этой двери. Нежиданностью, нежиданностью стала для нынешних властей в России ситуация с очередями, ситуация со сбором подписей. Не ожидали, что вызовет такой ажиотаж, не вызовет, не ожидали, что вызовет такую поддержку, ну, тем не менее, оценки все равно довольно-таки, как они считают, реалистичны. В нынешней российской власти говорят, что, несмотря на всю визуальную и, скажем так, информационное освещение предвыборной деятельности Надеждина, все равно шансы его минимальны. Не просто минимальны, их практически нет. Они про Грудинина забыли на прошлых выборах? Ну, Грудинин, надо отдать должное, это все-таки спойлер. Здесь не было никаких сомнений. Но ему вдруг отдали 12% голосов. Спойлеру. Спойлеру, да, спойлеру. Несомненному спойлеру. И за что спойлер довольно-таки серьезно поплатился. У него отобрали его бизнес, да. Да, сам не ожидаю, что даже будучи спойлером, он хотел приобрести какие-то блага в итоге там, ну, а получил, получил оплеуху. Ну, и такое бывает. Это, конечно, и назидание остальным спойлерам. Я еще раз повторяю, я не считаю Надеждина спойлером ни в коем случае. Я считаю, что человек имеет, да, я согласен, что шансы невелики, но тем не менее имеет определенные шансы сыграть свою роль в нынешней ситуации. Будет ли эта роль сыграна в том плане, в котором мы могли бы это ожидать? Ну, посмотрим. Еще раз скажу, что не стоит очаровываться людьми, особенно если готовы через 5 минут в этом же человеке разочароваться. Лучше подходить прагматично, лучше подходить с мыслями о том, что шансы все-таки есть, но не питать огромных надежд, возлагая все свои тчаяния на одного человека. Ну, это все-таки неправильно. Ну, кстати, был такой вопрос, который задавали не вам напрямую, а Валерий Дмитриевич Соловьев. Ему задавали такой вопрос, что, ну, вот вы себя позиционируете, как не просто человек оппозиционных взглядов, но как человек, который принадлежит некой группе товарищей, за которой стоит некая мощная группа власти, почему вам не поддержать надежденно? И он ответил на этот вопрос, что у него статус иностранного агента, он вообще по закону не имеет права вообще высказываться на темы выборов в Российской Федерации. А ваша позиция в этом смысле? Я говорил, что стоит присмотреться к этому кандидату, и если у вас есть желание выбрать какой-то противовес нынешнему режиму, проявить свой гражданский шаг, да, свой гражданский поступок и проголосовать за этого человека, если его допустят к выбору, и тем более отстаивать свой голос, ну, мы только за, только за. Да, и Надеждин в этом смысле замечательный повод и замечательная возможность. Да, возможность минимальна, но тем не менее, тем не менее в нашем современном мире даже за такую возможность стоит ухватиться. Я полностью поддерживаю всех людей, которые готовы проголосовать в случае выдвижения Надеждина за него и отстоять свой выбор. Более того, я призываю людей к этим заняться. Ну, призывать, наверное, мы будем тогда, когда его зарегистрируют, да, потому что еще осталось несколько дней. То есть пока что мы еще рассматриваем только его потенциал некий, да. Но я с вами согласен, что, в общем, самое главное, что вот на настоящий момент можем сказать, что совершенно удивительно, но у человека, который, в общем, шел на роль явного совершенно спойлера, потому что надо сказать, что, в общем, он такой человек около власти, он приличный, правда, человек. Вот многие люди, которые его знают, говорят, что он вполне себе приличный человек. Но все-таки он работал в партии «Правые силы», по-моему, да. То есть он работал с Кириенко, кстати, знакомы они лично, они вообще приятели. Вообще они были там в каких-то даже организациях политических некоторое время. Прямо вот близкие-близкие люди. То есть я так думаю, что, кстати, вот это и есть его такая поддержка в администрации президента. То есть я думаю, что вот это крыло технократическое, которое говорит все-таки, что Путину, что надо организовывать какие-то выборы, более-менее похожие на выборы, пока что побеждает против крыла, там, допустим, Громова, который говорит, всех их надо закопать сразу, вон, как Яшина и Навального, и нечего играть в эти игрушки, как предлагал Песков или Кадыров. Я бы не стал так плотно связывать Надеждина с Кириенко. Это все-таки... Прошлые связи не всегда играют положительную роль и не всегда играют в пользу того или иного кандидата. Конечно, то, что Надеждин был в прошлом связан с Кириенко, играет не в его пользу. Откровенно я имею в виду в случае обсуждения оппозиционной аудитории возможностей стать такой кандидатурой, объединяющей оппозиционные силы в предстоящих выборах президента. Мы, опять-таки, просто допускаем, просто допускаем то, что Надеждин сможет все-таки попасть на эти выборы и сможет сыграть свою роль. Просто допускаем. И понимаем, что в этом смысле будут, конечно, говорить о том, смотрите, это человек Кириенко и так далее, так далее. Я бы не спешил бы его записывать, Люди Кириенко, не спешил бы утверждать, что они там сейчас очень плотно связаны. Нет, я этого не говорил. Я говорил в прошлом. В прошлом они были связаны. В прошлом, да. Да, в прошлом, конечно. Но в прошлом у многих из нас бывают друзья. И у вас, Сергей, также есть один из российских олигархов. Два российских олигарха. Два. Один из которых, кстати, у которого работала Надежда, Боря Титлова. Да, есть. Да, правильно, согласен. Ну, поэтому прошлые связи абсолютно ни о чем не говорят. И скорее даже... У меня в Васине Бензе прошлая связь тоже, да. И Вова Путин еще на определенном этапе. Вот, да, с которым вы вообще имели личный контакт. Да. Не очень приятный. Короткий, но неприятный. Да, да, да. Вот поэтому, конечно, мы не будем сильно на прошлое уповать. Тем не менее, есть определенные перспективы у Надежды. И хорошо бы эти перспективы в какой-то мере реализовывались. Я, опять-таки, не хочу нашу уважаемую аудиторию сильно подбадривать по этому поводу. Но, тем не менее, ситуация интересна. И за ней, как минимум, стоит наблюдать. Заканчивая, может быть, тему выборов. Ну, поездки человека, похожего на Путина, продолжаются по всей стране. И на этой неделе была такая значимая поездка, потому что Калининград. Все спрашивали, как он туда приедет. Значит, мы в прошлой передаче, по-моему, даже уже объясняли это дело, что там, в общем, довольно все просто. Из Питера на самолет, и самолетом через Балтику по нейтральной зоне и сразу в Калининград. Как вам этот цирк с конями в разговоре со студентами? Да, я, честно говоря, так, чтобы особо следить, не слежу за этими передвижениями. По крайней мере, там тщательно. Дело в том, что, конечно, это, вы правильно назвали, цирк с конями. Это, конечно, не предвыборная программа, и все-таки, конечно, полная ерунда, и регионов он посещает не так много, как может показаться. Со стороны кажется, да, что он там, когда куда-то прибывает, это там целое событие. К настоящему он даже ведь, что там, при посещении регионов, ну, собирает аудиторию, там, 20-30 человек, перед которыми что-то там невнятное рассказывает, вспоминает свою прошлую жизнь, еще какую-то ерунду, ну, просто отдыхает, откровенно говоря. Откровенно отдыхает. Иногда там впадает в какие-то, совсем уже, в какую-то демагогию, рассказывая о том, о чем его, собственно говоря, и не просили рассказывать. Ну, собственно, как человек себя проявляет, иначе себя проявить не может. Я даже, Сергей, честно говоря, не пойму, что могло зацепить в его риторике. Скажите нам, пожалуйста. Ну, я всю эту бодягу тоже не слушаю до конца, просто я послушаю некое название, и каждое слово, вот каждое слово, вы знаете, если он сказал 10 минут, можно обсуждать полтора часа, потому что нет ничего, потому что приехал в университет и начал... Ну, во-первых, меня, кстати, удивил, он садится и говорит, здравствуйте, друзья. Друзьи. То есть он так сказал это друзья, что это прозвучало как друзьи. Вот. И, кстати, когда я это сказал на украинском одном канале, мне сказали, что это по-украински, на самом деле, друзья-друзьи. Вот. И получилось так, что он, значит, вдруг заговорил по-украински. Вот. А дальше, значит, ну, там каждое слово ахинея, да, потому что он стал надувать щеки, вот видите, у нас, значит, там день студента, потому что, значит, Елизавета, царица, открыла российский университет в 1755 году, и поэтому там, значит, дальше говорит, веками в России славилось образование. Веками, да. В 1755 году открыли университет, это, значит, сколько там, 269 лет, что ли, назад, если посчитать, да. Это, значит, веками, да, тогда, когда в Западной Европе в это время уже существовало там сотня университетов с пятью веками, там, первый университет на Западе был в 9 веке, да, и там все вот значимые университеты, вот даже во Франции, там, в Гренобле в 1339 году, то есть за, сколько там, получается, за 400 лет, за 4 века раньше, чем этот самый первый главный российский университет в Москве, а это во Франции в Гренобле, да, то есть это не Париж вам никакой там, да, это не, так сказать, тогда считался провинциальным городом, вот, ну и так далее. И дальше про семью очень долго рассказывал, как очень важно семью, то есть человек, у которого нет семьи, человек, который бабылем является 11 лет, от которого ушла жена, который скрывает своих дочерей, у него же дочери до сих пор, вот, кстати, вопрос на засыпку, я понимаю, пока Катя и Маша были маленькими, и им надо было, значит, придумать, значит, эти самые погоняла, как Сталин, Ленин, Ворошилов и прочие, значит, придумали им Тихонова и что там, как, и Воронцова, вот, но когда они стали взрослыми, когда все знают, что это дочери Путина, почему они носят какие-то странные фамилии? Ну, с точки зрения безопасности изначально все это выстраивалось, и... Ну, я понимаю, вот тогда, когда они были маленькие, но когда всем понятно, что это дочери Путина, зачем называть их Воронцовой и Тихоновой, потому что все думали, что это, может быть, там, фамилия их мужей, а это же просто погоняло им, придумали, им выдали поддельные паспорта, выпущенные Министерством Вношниковой Дело Российской Федерации на несуществующие фамилии. Нелегалки они такие, значит. Нелегалы, да. Где-то так. Ну, еще раз повторяю, это то, что необходимостью считал Путин, те меры безопасности, которые были применены в том числе и в отношении так называемых этих женщин, которых он называл эти женщины. Так вот, эти женщины так и остаются этими женщинами, проблем в этом они особо не видят, они полностью всем обеспечены, и как бы то ни было, как бы то ни было, какое-то влияние они сохраняют, ну, скажем так, в будущем, в будущем правительстве им обещано, одной обещано, значит, стать министром здравоохранения, а другая должна заменить на, значит, Дмитрия Медведева в Совбезе. Ну, посмотрим, насколько будут реализованы эти планы. Где-то говорили, что другой министра образования, вроде, должен быть в правительстве. Ну, не знаю, насчет министра образования, какой информации у меня не было, возможно, у кого-то есть. То, о чем мы знаем, это договоренности о месте в Совбезе. Посмотрим, еще раз говорю, неоднократно все эти планы подвергались неким поправкам и менялись. Посмотрим, вообще, как будут складываться сами президентские выборы, что произойдет непосредственно после выборов, и будут ли вообще реализованы планы властей, особенно в свете приближающихся продовольственных кризисов и так далее, и так далее. Здесь черных лебедей огромное количество, которые могут прилететь в любой момент и нарушить те планы, которые есть. Тем не менее, давайте вернемся к человеку, похожему на президента России Владимира Путина, который на пальцах пытался объяснить, как надо размножаться. Да, да. Причем очень интересно на пальцах он показывал. Расскажите. Показывал, чем отличается один палец от двух и даже от трех пальцев. Применяя это применительно к людям, что, дескать, если у семейной пары один ребенок, то общество вымирает. Два ребенка сохраняются в том же виде. И лишь только три ребенка на одну семью, на двух родителей дает возможность пополнению пушечного мяса. Ну, он примерно так, да, так примерно и выражался. Да, да. Причем, когда он сказал, а три человека, показывай один палец. А три человека. Вот так вот. А три человека, показывай один палец. И тут, значит, все поверили окончательно, что это двойник. Да, и когда, ну, да, ну, можно понять. Сразу вспоминается старый анекдот про плотника, да? Вернее, про фрезеровщика, который показывает пять пальцев. Вернее, пытается показать пять, но демонстрирует всего три, потому что... Они у него отрезаны, да? Да, да, да. Он как плотник, как бы, понятно, что не рискует показывать все. Поэтому показывает один. Ну, конечно, это, конечно, анекдот, и анекдот, тем не менее, печальный в смысле нынешнего положения дела в России. Вы знаете, из этой речи, извините, пожалуйста, я еще вот одну важную вещь, которая мне приходит на ум, это то, что он довольно подробно разговаривал со студентами по поводу строительства новых кампусов, значит, и в этом, значит, Балтийском университете в Калининграде, и еще 25 кампусов, которые запрограммированы. До 2030 года. И все это дело он рассказывал, какие там будут замечательные условия, какие там бассейны будут, причем им будут пользоваться все люди. И это все на фоне той ситуации, когда рвутся трубы, когда, значит, десятки городов Российской Федерации сидят без отопления, без света, без горячей воды, без канализации и так далее. Так, надо, конечно, изображать хорошую мину при плохой игре, в этом нет никаких сомнений. Этот год показал, мы уже с вами обсуждали, Сергей, что все угрозы российского руководства относительно того, что Европа замерзнет, Украина замерзнет, кто-то еще замерзнет, это, конечно, все оборачивается очень нехорошими перспективами для граждан России, ну и для самого, соответственно, российского руководства, которое вынуждено разгребать все эти проблемы после глобального разворовывания денег из бюджета, просто глобальнейшего, когда разворовывается до 90% от выделенных сумм на ЖКХ, они просто украдены. Об этом прекрасно знает российское руководство, прекрасно знает, куда эти деньги ушли, ну и тем не менее, тем не менее это скрепы, это режим и все остальное надо сохранять, и коррупция является цементом для нынешнего режима, и это действительно так, российское руководство поддерживает коррупцию, поддерживает ее на низовом уровне, поддерживает на среднем уровне, и уж тем более заботится само о себе, разворовывая бюджет, находясь на вершине российской власти. Коррупция не просто цемент, коррупция, я бы сказал, даже является каркасом нынешнего российского руководства, и без этого каркаса, как они сами полагают, существовать не может. Замазали всех вокруг, вся эта псевдоборьба с коррупцией, когда в течение года там трех коллег, извините, вытаскивают на людей и публично, публично там что-то осуждают, конечно, это, конечно, никак не влияет на общую ситуацию, и все прекрасно понимают, что эти люди провинились в чем-то другом, не в своих коррупционных деяниях, а коррупция, вернее всего, а преследование за коррупцию – это лишь наказание либо за нелояльную позицию, либо за какие-то другие проступки, либо кому-то перешли дорогу. Ну, в общем-то, нет никакой борьбы с коррупцией реальной в России. И когда человек, похожий на Путина, рассказывает о том, что будут выстроены там для студентов дворцы, наверное, похоже на тот дворец, который был построен для самого Путина в Геленджике, и там будут и бассейны, и комнаты грязи, и что там еще будет, и аквадискотеки и так далее, и так далее, и все смогут в этих студенческих кампусах оказаться в тех же райских условиях, в которых мог существовать покойный президент России, и это, конечно, должно, наверное, должно студентов вдохновлять. Да и в сущности-то как… Я думаю, что там будет строиться так же, как строился космодром «Восточный». Конечно, 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 как и олимпийские деревни, как все остальное. Огромное количество разворованных денег, и в итоге, вы правильно говорите, значит, лопнувшиеся трубы и тотальная разруха в итоге. Внешне это даже может выглядеть все довольно-таки красиво, и очень неплохо. Просто на те деньги, которые будут строиться подобные вещи, можно было построить в четыре, а то и в пять раз больше действительно качественных и хороших условий для студентов в том числе. Ну, вы знаете, в настоящее время, мне кажется, что коррупция как раз играет нам на руку и Украине на руку, потому что если бы не было коррупции, то тогда Российская Федерация была бы гораздо более деятельным государством и реальным государством, которое могло бы даже и получить какие-то победы на фронте в Украине. Я скажу больше, если бы не было коррупции, наверное, Россия была бы демократической страной. Наверное, так. И, наверное, конечно, тот уровень жизни, который был бы в России, устраивал бы, действительно устраивал бы где-то там 70-75, а может и 80% граждан, а может и того больше. Действительно, в действительности. И тогда, наверное, конечно, все было бы абсолютно по-другому. Но, как говорил покойный президент, насчет дедушки и бабушки, что было бы, если бы у одного, если бы они поменялись там какими-то своими физиологическими способностями, что бы было. Ну, мы живем в таком мире, в котором нынешнее российское руководство является агрессором, является узурпатором власти, является не просто породителем, а плоть от плоти той коррупции, которая существует и возглавляет, соответственно, эту коррупцию. Поэтому благодарные дети, которые там, ну, дети, это уже, наверное, не дети, молодые люди, да, которые слушают того человека, который чем-то похож на президента и восхищаются, хлопая в ладоши, тем перспективам, которые для них рисуют. Ну, должны понимать. Должны понимать, что это их украденное будущее. Скорее всего, эти молодые люди были рождены еще до, вернее, уже при Путине, и хотят, вероятно, прожить свой остаток жизни с людьми, которые чем-то похожи на президента России. Ведь мы понимаем, что так может продолжаться практически-то бесконечно, да. Путин, в кавычках, может оставаться вечно молодым, постоянно обновляющихся, обновляющихся двойников, когда, там, несколько сотен лет будут демонстрировать человека, похожего на Путина, и нынешний режим может существовать в таком же росте. Я, конечно, утрирую и шучу. Ну, они, кстати, вы шутите-шутите, а там какие-то ученые уже говорят, что, в общем, там надо жить 900 лет. Вот, а я вам подтвержу, что у нас вот в 13 округе Парижа, где живут, ну, там выходцы из азиатских стран, Вьетнама, там, Китая, Лаоса, Камбоджа, это там, там очень много, кстати, людей за 100 лет, и даже за 120 лет, и даже за 130 лет, и там уже пятое поколение сменилось на одних и тех же документах, потому что просто французские чиновники не могут их отличить визуально одного от другого. Это реальные вещи, это не анекдоты. Вот, ну, давайте мы после такой легкой паузы вернемся к очень неприятным делам, которые произошли на этой неделе, а именно катастрофа ИЛ-76 и все, что с этим связано. Давайте, Сергей, я бы, честно говоря, не очень хотел бы это обсуждать более детально. Я объясню. Не, ну, обойти эту тему очень-очень тяжело, обойти тяжело, но если вдаваться в подробности, то не хотелось бы лить воду на мельнице российской пропаганды и в помощь российскому руководству, скажем так, вдаваясь в глубокие подробности. Ну, в ней так, в принципе, обсудить-то можем. Сергей, скажите, пожалуйста, вы бываете в украинских эфирах. К чему склоняется нынешнее украинское руководство? Что происходит в этом плане? О чем говорят? Что считают? Да, ну, детали, наверное, всем уже известны. Значит, летел некий самолет в районе Белгорода, появилось видео, как он падает и взрывается, очень эффектно, большой-большой столб дыма. И российская сторона буквально через час после падения самолета запустила самую главную контр-пропагандистскую идею о том, что на его борту находилось 65 военнопленных украинских, которые были предназначены для обмена с украинской стороны. Украинская сторона очень сдержанно отнеслась к этой новости. Она сначала не подтверждала, не отрицала это дело. Потом, судя по всему, вот такая версия, которая сейчас более-менее укрепилась, это то, что, скорее всего, все-таки сбили этот самолет украинцы, и они просто не знали, что там есть военнопленные. То есть у них была информация о том, что на этом самолете летели, везли какое-то вооружение. Это военно-транспортный самолет, то есть это является легитимной целью для украинской стороны. Это дорогой самолет, то есть, в принципе, с военной точки зрения его сбить представляет большой интерес для Украины. А то, что там оказались по-настоящему или не по-настоящему какие-то военнослужащие, это то, что отработала российская сторона. И у меня такое впечатление создалось, что это было сделано специально, что это провокация, что это типа рязанского сахара, потому что совершенно случайно Лавров именно в это время находился в Нью-Йорке в Совете Безопасности, и, значит, сразу потребовалось созыва Совета Безопасности по этому вопросу. Но, с другой стороны, российская сторона не допускает никаких третьих сторонних наблюдателей, никакие международные комиссии для того, и не предъявляет никакие тела в доказательство того, что там действительно погибли эти люди. Да, несмотря на то, что мы располагаем теми докладами, которые поступают российскому руководству, даже в этих докладах очень много странностей и очень много нестыковок. Поэтому, именно поэтому я бы не торопился это с нашей стороны, не с вашей, Сергей, именно с нашей стороны, как-то комментировать, как-то обсуждать, боясь нарушить какое-то информационное пространство, абсолютно не информация, которая впоследствии будет опровергнута, поэтому пока не торопимся. И, конечно, та скорость реакции на произошедшее говорит о том, что, скорее всего, конечно же, во-первых, украинское руководство не было предупреждено о том, кто будет в этом самолете, потому что абсурд полный, полный абсурд. Конечно бы, Украина не сбивала бы этот самолет, зная, что там на борту находятся военнопленные. То, что пытаются предъявить в сторону украинского руководства, что якобы чуть ли не каннибалы, которые уничтожают собственных граждан. Но глупость, конечно, полная, полная глупость. Ну, тем не менее, пользуются такими приемами. Что касается взаимодействия, якобы предупреждения, что якобы российская сторона предупредила украинскую сторону именно по линии разведки. Ну, опять-таки, это глупость. Никаких предупреждений по этому поводу не было. Обмен действительно планировался, но никаких предупреждений по части того, как военнопленные будут доставлены в тот или иной регион, каким транспортом, и уж тем более без обозначения. Времени и всего остального, это, конечно, тоже полная ерунда. Никто никого ни о чем не предупреждал. Это неправда. Ну, да, и потом Коношенков сказал, что этот самолет летел из Чкаловска, то есть из Подмосковья, и что эти военнопленные украинские делали в Подмосковье. Ну, то, что перебазировать могут любой регион России, здесь ничего экстрандинального нет. Просто то, что никто не предупреждал украинскую сторону, что именно на этом самолете будут лететь, будут перевозить на военно-транспортном самолете. Это, конечно, конечно. И то, что по этому самолету якобы-то не стреляете, они взяли да и стрельнули, ну, это глупость, конечно, глупость полная. И попытка показать, что совсем... А, нет, нет, нет. Сразу идея, что признать Украину террористическим государством. Ну, да, который расстреливает своих граждан во время обмена. Конечно. Где логика? Здесь уже вдаваться в подробности. Про логику вообще с российской стороной бессмысленно разговаривать, потому что это не то. Там полотно номер 6... В полотне номер 6 про логику трудно говорить вообще. Окей. Значит, следим за развитием ситуации. То есть понятно, что еще будет. Будет наверняка какое-то уточнение версии, окончательная какая-то информация, и тогда мы подведем итоги и скажем уже окончательное наше отношение. Что еще на этой неделе, с вашей точки зрения, заслуживает того, чтобы об этом рассказать нашим зрителям? Ну, во-первых, давайте обсудим, наверное, раз уж мы затронули тему Украины, выделение помощи. На каком этапе сейчас все находится? Мы видим, что в США нет консенсуса по поводу, я имею в виду, демократического и республиканского, по поводу выделения помощи Украине. Там застряло все на уровне рассмотрения, все уперлось, по крайней мере, официально, в точку зрения по сохранности границы, даже не по сохранности, а по охране границы. В южной границе Соединенных Штатов требуют республиканцы усилить меры. По охране границы, чтобы не допускать мигрантов нелегальных. А демократы не готовы к таким серьезным осложнениям, по их мнению. Но давайте напомним, опять-таки, что мигранты, становясь уже на территории США, входя в легальную плоскость, в итоге становятся избирателями как раз демократов. С одной стороны, демократам выгодно текущее положение дел, а республиканцы, соответственно, не готовы таким образом проигрывать в перспективе выборы, размножая таким образом странным электорат для демократической партии. Вот они там закусились, и сейчас довольно серьезно в этом плане пытаются сказать воевать. Это, конечно, не война, а это противостояние. Но противостояние достаточно серьезно. Я бы сказал, на самом деле, вы знаете, это ужасное совершенно политиканство, потому что все, о чем вы рассказали, это, с моей точки зрения, даже не объяснение, это повод. Потому что всем просто напомню, что сейчас идет избирательная кампания, и что республиканцы не хотят давать никаких очков Байдену, не хотят давать никаких очков демократической партии. А утверждение помощи Украины, так или иначе, это сыграет, конечно, на руку Байдену в предвыбанной кампании. На этой неделе, по-моему, были вторые кокусы в Нью-Хемпшире, на которых опять победил Трамп, но уже с гораздо меньшим отрывом, кстати, от Ники Хейли и от тех кандидатов, которые остались. И в этом смысле, кстати, там произошли довольно серьезные изменения, потому что практически все главные претенденты внутри республиканской партии на роль кандидата от этой партии на выборах сняли свои голоса, и осталось только два главных кандидата, Трамп и Хейли. Трамп, усиливая свое влияние в республиканской партии, в этом нет никаких сомнений. Скорее всего... А я не соглашусь. А я не соглашусь, что усиливает. Ну, давайте поспорим. Давайте поспорим. Да, давайте поспорим, Сергей. Давайте поспорим. Как вы считаете, в перспективе этой избирательной кампании и в перспективе возможности стать президентом, у Трампа насколько велики шансы, насколько велики шансы у Хейли? Сейчас у Трампа пока формально считается, что он главный кандидат и что у Хейли нет никаких шансов. И все это дело выглядело как уже законченная проблема, с которой даже нет смысла дальше разговаривать, когда это было в Айве. Потому что там 50, больше 51% у Трампа и 21% у Десантиса и 19% у Хейли. Но в Нью-Хемпшире уже у Хейли было у Трампа те же самые 51%, а у Хейли 41% вместо 19%. Наверное, потому что Десантис отказался. Да, потому что Десантис отказался. Но опять же, и это еще штат, в котором у Хейли нет никаких корней. А мы еще дойдем до Южной Каролины, где она была губернатором. И, кстати, она ждет, на самом деле, для приятия окончательного решения сниматься, не сниматься. Еще, ну, грубо говоря, до начала марта, то есть до Большого вторника. И плюс еще нескольких штатов, где важно увидеть тенденцию. Она растет или не растет. То есть вот если разница между ними начнет сокращаться, тогда ей есть смысл бороться дальше. А вот если разница, так сказать, останется уже, ну, хотя бы вот этой, в 10 процентов, и в нескольких штатах будет так же, то тогда она примет решение снять свою кандидатуру с голосования. И это пока что, опять же, мы оговоримся, это все дело идет внутри республиканской партии. То, что Трампа выставят главным кандидатом, ему еще надо дожить до выборов, которые будут в ноябре месяце. Вот. И ему еще надо убедить не только трампистов и не только республиканцев в том, что он главный кандидат, но всю остальную Америку. Это так же правильно вы говорите, Сергей. И я скажу, что вероятно, вероятно в этой борьбе Трамп будет использовать те козыря, которые для себя, для себя приберег Байден, он будет использовать в свою сторону. Это касается и Украины. Для Трампа, который в своей риторике является категоричным человеком, да, он сказал, что он уладит конфликт, он называет это конфликтом, а не войной, потому что, когда делается упрек, Трамп называется это конфликтом, он закончит эту войну, которая ведется на территории Украины в течение одного дня, да, или сколько он там обещал, или полдня, или трех секунд, или там какие-то смешные сроки, называется, но не суть важна. Для того, чтобы он смог повлиять на позиции сторон, конечно, ему не нужна ни сильная Украина, ни сильная российская позиция. Понятно, что при каких-то определенных условиях, наверное, наверное, российская сторона могла бы пойти на то, что предлагает Трамп, тем более, что Трамп не собирается, как я понимаю, по крайней мере, в своей риторике, предлагать Украине границы 91-го года. Там немножко другая ситуация. Так вот, Трампу совсем не нужна Украина с сильными позициями к тому моменту, когда он будет готов предложить свой план. Конечно, ему в этом плане выгоднее Украина с ослабленными позициями, которая просто будет вынуждена согласиться на его условия. Как он собирается уговаривать Путина, это уже совершенно другие условия, тем более, что он прекрасно знает, прекрасно знает, что во главе России находится человек, лишь похож на президента России Владимира Путина, и дело ему придется иметь совершенно другими людьми, но вот как он собирается условного, условного сборного, комплексного Путина в чем-то уговаривать, это уже совершенно другая история. Но к этому моменту сильно Украина ему, вероятно, не нужна. Как вы полагаете, Сергей, я прав в этих измышлениях? Ну, я с вами здесь соглашусь, да, хотя, откровенно говоря, я так далеко не смотрю пока что еще в развитие этого кейса, потому что как, в общем, я стараюсь поэтапно к этому подходить, потому что Трампу сначала надо избраться. Это тоже правда. Потому что там на нем еще висит все-таки четыре уголовных процесса, кстати, его на этой неделе заставили, приговорили к выплате почти 90 миллионов долларов по одному из обвинений, он, правда, все будет, естественно, оспаривать и затягивать время как можно дальше. Ну, я по этому поводу и сказал, что Трампу еще надо дожить до выборов, дожить до выборов и избраться. Вот когда изберется и, то есть, по крайней мере, еще даже не вступит в должность, то вот где-нибудь в ноябре месяце мы с вами поговорим по поводу перспектив, какая Украина ему нужна и так далее и тому подобное. Сейчас, мне кажется, это рановато еще немножко говорить на эту тему. Это не столько рановато, Сергей, потому что, как и я полагаю, мы можем с вами опять-таки на эту тему поспорить. Я полагаю, что позиция республиканцев в этом смысле связана не только с границей Мексики, иначе могли бы утвердить и отдельно пакет помощи Украине. Я думаю, что в этом плане никаких проблем бы не было. Я думаю, что в этом плане играет и влияние Трампа в республиканской партии и его позиция по этому вопросу, именно его, и его приспешников, которых там в республиканской партии По этому поводу я предлагал нам немножко поспорить, потому что с моей точки зрения это абсолютно верно. Вы сказали, что с такой позиции я согласен, что это не позиция республиканской партии, а это позиция кандидата, который навязал себя республиканской партии, и она таким образом теперь виляет, потому что Украина была, кстати, поддержка обеих партий в Конгрессе, если бы не трамписты. Да, это правда. И я еще раз напомню, Трамп говорит о том, что он закончит войну в Украине еще до того, как он вступит на пост президента, до того. Именно на это я хочу сделать упор и хочу, чтобы наши уважаемые зрители и слушатели обратили на это внимание. Каким образом человек, который еще не стал президентом, будет решать эти вопросы, можно только догадываться и его планы, скажем так, можем только обсуждать. На мой взгляд, на мой взгляд, все проблемы, которые сейчас существуют вокруг возможного финансирования Украины, здесь не только военный бюджет, здесь и в экономическом плане Украины очень большой дефицит бюджета, который, конечно, должен быть компенсирован и за счет того самого пакета помощи, который готовится. здесь стоит понимать, что Трамп выступает в данном случае для Украины антагонистов. Это не говорит о том, что он не переменит своего мнения, потому что мнение он меняет довольно часто. Если посмотреть на его риторику, на его позиции, он довольно часто меняет мнение. И это не говорит о том, что он будет действовать в парадигме решений российского руководства, не будет играть им на руку. Нет, совсем не факт, далеко не факт. Более того, он может быть гораздо более неприемлемым для нынешнего российского руководства, чем Байден. Это мы опять-таки обсуждали. Но сама непредсказуемость Трампа, сама его эгоистичность, то, что он пытается навязать уже сейчас на этой стадии решение проблем, в том числе и в Украине, так, как он пытается это видеть, так, как он пытается это представлять. Ну, это, конечно, выражается и в количестве погибших на фронте, и в количестве проблем, которые могут возникнуть, в том числе в финансовом плане в Украине, и в возможности, конечно, в этом смысле противостоять как раз Украине путинскому режиму. Здесь Трамп играет роль такого злого, не совсем порядочного человека. Да, ну, для того, чтобы добавить немножко все-таки позитива, напомним, что за Украиной стоит коалиция из 54 государств, в том числе и Западная Европа, и где тоже идет разговор о выделении большого пакета помощи, но который также блокируется, ну, уже не Трампом, а уже Орбаном, и в последнее время даже еще и Фитца, словацким новым премьером. Кстати, Фитца приезжал с визитом в Украину на этой неделе, встречался в Ужгороде с премьером Украины. Ну, и, по-моему, пообещал не блокировать помощь, да, насколько я понимаю? И, судя по всему, там произошел размен, он пообещал не блокировать помощь, а Украина пообещала не прекращать транзит российского газа через свою территорию в Словакии. Возможно, возможно. Тем не менее, остается Орбан и остаются его позиции. Если я не ошибаюсь, вчера один из лидеров ультраправых партий в Венгрии сказал, что в случае проигрыша Украины в этой войне Венгрия будет претендовать на территорию Украины, на некоторое, включая Закарпатье. ну, понятно, что этот человек не представляет правящую элиту в Венгрии, но, тем не менее, мы уже рассказывали о том, что в общении Орбана с Путиным еще до начала войны Путин обещал в случае проигрыша Украины в готовящейся тогда войне обещал территории Украины, которые должны отойти в Венгрии. И тогда Орбан не ответил ни да, ни нет на эти предложения, но, скажем так, уже то, что он категорически не отверг предложение накануне войны говорит о очень-очень многом. Ну, мы прекрасно знаем, кто такой Орбан, прекрасно знаем, под какую дудку он играет и прекрасно понимаем его отношения, в том числе и с нынешним российским руководством и с тем компроматом, которые есть. Да, мы прекрасно знаем, кто такой Путин. Да, конечно, конечно. Конечно, нынешнее российское руководство является из себя сборного Путина, именно сборного, потому что это путинский режим, даже после, мы уже говорили неоднократно, что и смерть Путина ничего особо не решает. Путинский режим остается и в том виде, в котором он есть, это плоть от плоти тот же самый Путин, но только еще более изощрен, только еще более, так как это теперь коллектив, который что-то решает. Да, там есть противоречия, но тем не менее, то, что касается внешней политики, сейчас есть определенный консенсус и он играет не на руку, не на руку, не для свержения этого режима, скажем так. Окей, Виктор Михайлович, ну, у нас еще есть пять минут до окончания передачи, есть ли еще какая-нибудь громкая новость, которую вы предлагаете обсудить? Ну, на этой неделе не сильно много, да, не сильно много было событий, не сильно много новостей, да, ну, такой, фоном, всегда можно найти какую-нибудь еще, вот фоном идут что-то в последнее время довольно много публикаций о войне с Россией в Западной Европе, ну, вот, может быть, такая новость важная, это то, что Америка озвучила новость о том, что она, она вернет я атомное оружие в Великобританию, свое. Это новость значительная, скажем так, для повестки в нынешнем российском руководстве, но не, но не такая, которая может поменять правила игры. Дело в том, что США, как, знаете, такой неуверенный в себе подросток, которому вроде бы там лет 13-14, и он еще толком не определился, взрослый он или еще ребенок. бросается в разные крайности и давая разные обещания то своим приятелям по гулянкам, то своим родителям, не понимая, как и до сих пор себя вести. Очень странное поведение США, с одной стороны, Трамп обещает вывести США из НАТО, ну, это регулярные обещания, то, что они будут выполнены, далеко не факт, с другой стороны, невозможность утвердить какие-то военные пакеты, какие-то пакеты помощи, здесь даже не только военные. Нет, я напомню, что в связке с помощью Украины идет и помощь Израилю, идет и помощь Тайваню, и здесь как бы достаточно серьезные вещи, серьезные перспективы, но с одной стороны нет движения, с другой стороны размещение ядерного оружия на территории Британии, которая сама по себе является ядерной державой, намазывать масло маслом сверху, наверное, в каком-то смысле это замечательно, и, наверное, даже кому-то нравится, пускай, что это как-то существенным образом влияет на текущее положение дел, скорее бы на текущее положение дел сыграло выделение помощи все-таки и Израилю, и Украине, и Тайваню, и так далее, и так далее. Я так понимаю, что там логика, знаете, такая же примерно как у Путина, когда он размещает тактическое ядерное оружие в Беларуси, то есть он говорит о сокращении подлетного времени, ну и, соответственно, если там американские ракеты расположены не на территории США, стратегические, я имею в виду, межконтинентальные, а на территории Великобритании, то значительно сокращается подлетное время до Москвы. Ну, на мой взгляд, Великобритания куда более антагонична нынешнему российскому руководству и сама располагает ядерным оружием и сами могут в этом плане строить политику противовеса, противовеса одной ядерной державе другой. Ну, посмотрим, конечно, как будет развиваться. Скажите, Сергей, что сейчас в Израиле? Там, по-моему, немножко приостановилось, да? Ну, приостановились, да, потому что, в общем, Израиль считает, что он достиг каких-то своих, так сказать, ближнесрочных целей, и вообще шел разговор о том, что будет перемирие аж на 30 дней с Хамасом подписано, да, потому что, ну, судя по всему, в общем, Израиле, Израиле удалось, так сказать, ликвидировать главные очаги напряженности в секторе газа. Вот, кстати, соседние страны, в общем, не стараются лезть в этот конфликт, и даже Иран не старается в него влезать и активизировать конфликт. То есть, там сейчас, в общем, пока что идет такое вялое замирание, при том, что противостояние продолжается. Ну, и стоит напомнить, что Иран и Пакистан нашли точки взаимных, скажем так, взаимных, взаимного примирения по ситуации нанесения ударов по территории друг друга. Я думаю, что там китайцы, с одной стороны, выправы, а с другой стороны, Пакистан напомнил Ирану, что у него-то ядерная бомба уже есть. Да, это правда. И, в сущности, хоть одна точка горячая, но исчезла. Да, а вот хуситы, которые приезжали к Путину, это как? Хуситы, которые приезжали к Путину, время от времени попадают своими ракетами и по танкерам, которые перевозят российскую нефть. В этом плане все в порядке. Все идет по плану. Все идет по плану. Все идет по плану. Причем, они, кстати, попали по очередному тактюру прямо сразу после визит к Путину. Ну, это нормально. Это нормально. В принципе, я скажу, что даже это играет на руку нынешнему российскому руководству, потому что цены на нефть повышаются. Был недавно скачок цены на нефть, уже нефть опять выше 83 долларов за баррель по марке Brent. Это выгодно. Это выгодно российскому руководству. Даже один или два подбитых танкера с российской нефтью, если это влияет на цену на нефть, то это идет плюсом российскому руководству несравнимо с... То есть вы не исключаете, что они просто договорились об этом? Я абсолютно не исключаю, поэтому в этом нет ничего экстраординарного. В этом плане можно ожидать от нынешнего российского руководства эксклюзитов чего угодно. Окей. Виктор Михайлович, спасибо вам за интересную беседу, как обычно. Мы с вами провели, кстати, внеплановый эфир на этой неделе, который набрал довольно большое количество просмотров. Так что наши зрители и слушатели, которые не видели его, могут и его посмотреть на вашем канале, на моем канале. Ну и традиционно мы всех призываем подписываться на наши ресурсы, и не только в Ютьюбе, но и в Телеграме и так далее. Да, уважаемые зрители и слушатели, подписывайтесь на ресурсы Сергея Жирнова в Ютьюб, в Телеграм, на наши ресурсы в Ютьюбе и Телеграм. Хотел вам сказать, что мы вас любим, это искренне, это самое главное, мы работаем для вас. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok